Европарламент разродился докладом, резолюцией. Прям не знаю, как. Такое чувство испытываю, кушать не могу. Это чувство вызвано той большой любовью и заботой о русском народе, как они там прямо написали, и желанием Европарламента освободить нас с вами, друзья. Освободить. Потому что кушать не могут люди прямо в Европарламенте и Евросоюзе. Смотрят на мучения русского народа и сопереживают. И говорят, что бы сделать-то еще для русского народа? Как бы его освободить от тирании? Потому что там, как прямо там написано, русский народ, конечно, очень хочет демократии, европейских ценностей, и, ну вот, чтобы пришла Европа освобождать. Россия в нынешнем режиме оценивается как долгосрочная угроза европейской безопасности. Да. Вот. Кстати, знаешь, Оля, вот интересно. Вот эти люди, которые там собираются, они, ну, ладно, они не русского народа многонационального не понимают, это простительно. Но они истории не знают от слова совсем. Потому что, ну, мы когда слышим, что вот к нам кто-то хочет прийти, чтобы нас освободить, они там так уж разграничивают, как они любят русский народ, и как они не любят русское государство и русскую власть. Вот не любят они. Я просто так сразу напрягаюсь по этому поводу, потому что, все-таки, как человек, получавший историческое образование, я помню, что, вот, например, товарищ Наполеон шел освободить русский народ от царизма и крепостного права. Потому что, ну, Франция была же передовой страной Европы, у них революция прошла. Правда, в результате революции там новый император утвердился, Наполеон, но это был революционный император, вот. А подвигло его к походу на Россию, конечно же, страшное желание освободить русский народ. Это прямо так и обсуждалось. Вот. Зачем пошел Наполеон в Россию? Чтобы освободить русский народ. Вот. У нас, еще раз говорю, освобождал от тирании и освобождал от крепостного права. Вот. Дошел до Москвы освободительным походом. Потом, правда, бежал. И плохо закончил. Вот. Но самое интересное, что с освободительным походом ведь и фюрер германского народа Адольф Гитлер приходил к нам. Он собирался освободить русский народ и все народы Советского Союза от тирании жидо-большевиков. Вот. Это же было так прямо провозглашено. Гитлер пришел к нам с освободительным походом. И вот прошло какое-то количество лет. От Наполеона больше. От Гитлера меньше. И оказывается, что главная забота, которая есть у европейского парламента, это забота об освобождении русского народа. Вот. От тиранического государства и тиранической власти в нашей стране. Ну, для этого придется применить разные вещи там. Ну, во-первых, они, если им не понравятся наши выборы, то вплоть до того, чтобы не признавать парламент, государственные органы Российской Федерации, они собираются не признавать. Так вот черным по белому просто написано. При этом этот многостраничный труд был подготовлен бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом. Да, Кубилюсом он был подготовлен. Бог с ним, с Кубилюсом. Ему же заняться нечем больше. Вот. Латвия тоже... Литва, то есть, господи. Литва, она же тоже очень сильно переживает за освобождение русского народа. Очень сильно. Поэтому, вот, Кубилюс был инициатором этого дела. Ну, а там, чтобы освободить русский народ, там все. Прекратить, значит, покупать у нас сырье, ввести отключение SWIFT, вот, поддерживать все средства информационной борьбы с нами. Большой такой документик. Вот, еще раз говорю, повторяю, кому не лень, прочтите, пожалуйста. Потому что это можно даже не обсуждать, а вот просто надо прочесть. Честно вам скажу. Читая, например, статейки, которые в 41-м году выходили на оккупированных территориях, так называемых освобожденных газетах, вот, очень легко проводятся параллели. Просто вот элементарно, элементарно. То, что они не понимают нас и не понимают нашего народа, ну, это, в общем-то, простительно. А то, что они не знают истории и повторяют то, что утверждали в качестве главных своих идеологических постулатов, те, кто приходили прямо нас завоевывать, вот, это, конечно, о многом говорит в отношении этих господ из Европарламента. Ну, откуда такой идеологический программный документ? Что это такое? Почему оно, так сказать, всплывает? Ну, поймите, деятельность антироссийская развернута масштабно. Очень большие масштабы и очень большие затраты. На этих затратах сидят тысячи, десятки тысяч людей. Ну, начиная от спецслужб, которые, ну, имеют бюджеты на борьбу с Россией. Далее, так называемые все общественные движения, фонды, комитеты по борьбе с информационной, значит, бедой, по противостоянию России, это тысячи людей с большими зарплатами и большими расходными статьями на борьбу с нами. Это сбежавшие из России и осевшие вокруг нее в той же самой Литве, Латвии, Польше, Украине, Грузии борцы за освобождение нашего народа, происходящие отсюда. Ну, кстати, тоже легко провести параллель, потому что Власов, он же не просто к Гитлеру перешел, он боролся за лучшее будущее русского народа. Да прямо так было и записано. Спасал русский народ, Власов. Вот. Ну, вот этим товарищам тоже харчеваться надо. Ну, и как? Деньги выделены большие, а вдруг завтра перестанут деньги выделяться? Это же, представляешь, сколько будет пострадавших от всего этого. Поэтому необходимо идеологическое и истерическое обоснование того, почему нужно на все это выделять деньги. И вся эта огромная армия, еще раз говорю, от спецслужб до поберушек, вот, должна столоваться надежно, устойчиво. По расписанию. По расписанию. Поэтому, ну, ВПК, конечно, военные. Ты же понимаешь, русская угроза зафиксирована прямо на уровне Европарламента. Докладом и резолюцией. Ну, все. Какие могут быть вопросы? Каждый, кто будет писать запрос на бюджетное финансирование, на борьбу за освобождение русского народа, будет ссылаться на резолюцию Европарламента в качестве обоснования того, что, ну, все правильно, это они демократично, по поводу уже европейского народа, потому что европейский народ так переживает за судьбу русского народа, что, основываясь на этом переживании европейского народа, европейский парламент и принял эту резолюцию за освобождение русского народа от ужасной тирании властей. От власти нужно освободить. И от государства русский народ. Вот. А потом прийти и делать с ним, что захочешь, когда у нее не будет ни своей власти, ни своего государства. Ну, мы уже видим освобожденных. Освобожденных? Как хорошо зажили-то. Ну, да. Джанга освобожденный. Зеленский освобожденный. Ну, так и Литва сама же освобожденная. Она там так расцвела, что дальше просто некуда. Вместе с Латвией, Эстонией. У них прямо там цветение и благоухание от свободы. Задыхаются люди от свободы. Задыхаются от свободы, да. Вот. Поэтому доклад сделан, резолюция принята, деньги будут выделены. Ну, а внутри этого процесса мы вот тут просто замечаем, там, как работает унылое голосование, которое полюбило коммунистов больше, чем все свое демократическое предшествующее. Или как работает некий голос, который является иностранным агентом и не имеет ни одного юридически зарегистрированного лица на нашей территории. Но зато проводит тренинги, в котором объясняет, блин, жизнь настала такая тяжелая. Понимаешь, почти дословно объясняет. Жизнь настала тяжелая. Мы прогнозируем очень низкое количество реальных нарушений на этих выборах. А отчитываться за выделенные деньги надо. Поэтому задача всех, кто участвует в тренингах, производить шуму как можно больше. Но это все видео есть, это я не придумываю. Это все снято на видео во время этих инструктажей тренингов. Можете посмотреть, кто сомневается. Так что с внешней стороны и со стороны новых предателей наших погоды стоят предсказанные. Поэтому идем, голосуем спокойно, разумно, взвешенно. Понимая, понимая, что наша возможность самим, да, со сложностями, да, с ошибками, да, с проблемами, но самим продолжать дело наших отцов и дедов, продолжать строить большую русскую цивилизацию и русское государство, на которое эта цивилизация опирается и воспроизводится. Это наше дело, наше. И никто нас от этого дела освободить не может. Продолжение следует... Продолжение следует...